Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пеннер. Главные темы выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как будет выглядеть новый речной вокзал в Самаре? Причал и прилегающую территорию ждет полная реконструкция. Из Самары в Сезрень за два часа по Волге дан старт новому речному пассажирскому сообщению. Специально для этого маршрута были отремонтированы три скоростных судна на подводных крыльях «Восход-2». Пока они курсируют в тестовом режиме, в полном объеме перевозки начнутся 12 сентября. В следующем году планируется открыть еще один скоростной речной маршрут «Самара-Жигулевск». Кроме того, будут развиваться туристические маршруты по Самарскому луке, в частности, до села Ширяево. Совещание по развитию речных перевозок прямо на борту «Восхода» провел губернатор Николай Меркушкин. Обсудили планы по реконструкции речного вокзала в Самаре. Есть две концепции здания в форме волны или паруса. По предложению губернатора будут изготовлены объемные модели двух вариантов, а лучшие выберут с учетом мнений жителей Самары. Новый причал прослужит около 25 лет. Основные работы планируется выполнить к чемпионату мира по футболу. Строительство сразу трех знаковых объектов поликлиники детского сада и Ледового дворца стартовало в день рождения южного города. Один из самых быстрорастущих пригородов Самары отпраздновал трехлетие. Сейчас в нем проживают 10 тысяч человек. В том, что это не предел, убедилась Марина Коровцова, которая побывала на празднике. Улыбки и праздничное настроение. Несколько сотен человек собрались на церемонии закладки памятной капсулы и начало строительства первой поликлиники в новом микрорайоне. Пока здесь есть лишь офис врачей общей практики. Да, летом мы очень рады будем открыть поликлиники. И ждали, когда будет закладка строительства. Мы в малоэтажках живем, очень нравится малоэтажное строительство. Садик новый, очень нам нравится, у нас дети туда ходят. Ждем еще открытия школы. Новая поликлиника будет рассчитана на 500 посещений в сутки. Здесь будут работать узкие специалисты, детское отделение, дневной стационар, все необходимые кабинеты для медицинских исследований и даже станция скорой помощи. Мы должны на будущий год, к концу года эту поликлинику сдать. И это уже будет работать на большой-большой микрорайон. И мы сделаем все, чтобы оно вот так же, еще лучше, значит, застраивалось, застраивалось, плотность выдерживать, чтобы было больше свободных пространств, больше разных площадок детских, спортивных разных, и для детей, и для взрослых. Еще одна стройка стартовала в самой молодой, пятой очереди Южного города. Здесь первые дома планируют сдать к концу этого года по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Параллельно началось возведение детского сада. Он станет третьим в микрорайоне. Предыдущий с бассейном сделан по самым современным технологиям. Здесь есть даже интерактивный пол, где дети могут играть в футбол. И уже в декабре этого года в микрорайоне откроется современная школа. По оснащению и уровню преподавания она должна стать одной из лучших в стране. В приоритетах и доступность спорта рядом с детским садом «Лукоморья» появится «Ледовый дворец», как дополнение к уже существующему фокус-бассейнам. Кульминацией праздника в честь трехлетия Южного города стал концерт и карнавал на главной улице, которую зовут Арбатом. Участниками праздника стали тысячи жителей. По прогнозам, через 10-15 лет в Южном городе будет жить около трети миллиона человек. И этот район должен стать образцово-показательным, отметил губернатор. Я уверен, это будет показательным не только для нас, но и для всей страны. Это наиболее, может быть, удачный вариант застройки в стране новых микрорайонов, новых городов. И мы сделаем все, чтобы здесь было так же красиво, уютно, комфортно. Все вместе жители и глава региона дали отсчет яркому фейерверку, который взмыло в небо над Южным городом. Марина Кравцова, Максим Гусев. События. Зима должна быть теплой. Такой прогноз погоды в доме дают коммунальщики. Сейчас они тщательно проверяют котельные, теплотрассы, жилые дома. В этом году все службы демонстрируют высокую степень готовности к зиме и даже работают на опережение. Разрабатывается проект новой котельной, которую построят уже в следующем году. Детали в репортаже Марины Матвейшиной. В следующем году в Куйбышевском районе построят новую котельную. Сейчас горячую воду и тепло жители района получают от котельной КНПЗ, которую планируют закрыть через два года. Взамен построят новую. Она будет и экологически безопасной, и обеспечит благами цивилизации три сотни многоэтажек. В феврале будет готов проект уже с экспертизы, и будет начато строительство этой котельной. Значит, губернаторам поставлена задача, чтобы в сезон 17-го года вошли уже с котельной снова. Существующие котельные, их в городе более ста, вовсю готовят к предстоящему отопительному сезону. Проводят испытания оборудования, реконструируют и ремонтируют. Котельная в поселке Управленческий сравнительно молодая. Ее построили в 2008 году. Она отапливает и снабжает горячей водой 29 этажек поселка. Котельная полностью автоматическая. Работает три котла. Когда у нас идет 0, минус 5, наверное, 2 или 3? Два котла. Два котла. Один в резерве, да. Первый вице-мэр Владимир Василенко проверяет ход подготовительных работ. Полтора недели котельная не работала, была закрыта на плановый ремонт. Сейчас горячая вода вернулась в дома, но работа продолжается. Остальное уже по плану, по ПР, будет продолжаться при работающей котельной. Остальные химводоподготовка, ремонт и котловое оборудование. Подготовка к следующему отопительному сезону началась сразу же, как только закончился предыдущий. К зиме готовят не только котельные, но и теплотрассы, и дома. В этом году запланирована перекладка более 15 километров сетей. Это на порядок больше, чем в прошлом году. Сейчас эти работы выполнены наполовину. С опережением графика идет подготовка к зиме жилого фонда. Высокий процент подготовки жилых домов составляет на сегодняшний день по территориям Кировского, Ленинского, Самарского, внутригородских районов городского округа Самара. И самый низкий процент на сегодняшний день в Красноглинском районе. Но, тем не менее, все они на сегодняшний день районы в плановые показатели, просто некоторые районы идут сопережать. Степень подготовки к зиме в этом году по сравнению с предыдущим значительно возросла, отмечают специалисты. Кроме коммунальной сферы, в состоянии боеготовности начали приводить и службу благоустройства. Формируются бригады дворников, кровельщиков, а также приводят в порядок спецтехнику. Марина Матвеевшина, Константин Головин, Григорий Плешаков. События. Диалог о судьбе района. Мэр Самара встретился с жителями Красной Глинки, чтобы рассказать о ближайшем будущем району, перспективах его развития и ответить на вопросы. Встреча длилась три часа, но и после официальной части самарцы смогли лично пообщаться с главой города. О чем говорили люди с мэром. Репортаж Марина Матвеевшиной. Кромно и сейчас улица Коптевская на Управленческом уже в следующем году преобразится в дорогу, где смогут развернуться большие автобусы. А значит, многолетняя проблема местных жителей, когда им приходилось идти в поликлинику через весь городок пешком, будет решена. Здесь будет организован новый маршрут общественного транспорта. Радостную новость сообщает глава города Олег Фурсов жителям Красноглинского района. Аудитория встречает известие громкими аплодисментами. С не меньшим восторгом люди воспринимают и сообщения о восстановлении Дома культуры Октябрь на мехзаводе. Я вам обещал об этом, говоря на предыдущих встречах. Мы сейчас нашла часть денег. За год мы этот ДК восстановим. В этом году мы зайдем, в сентябре вы это увидите. Встреча мэра с жителями Красноглинского района длится три часа. Олег Фурсов рассказывает об итогах работы городских властей за прошедший год. В это время в фойе работают мобильные приемные, где каждый может задать вопрос специалисту или оставить письменное сообщение. Каждый запрос от жителей фиксируется и сразу же идет в работу. Но после официальной части встречи люди хотят лично пообщаться с мэром. Все нас волнует, что два наших кинотеатра. Космос. Вы соберитесь, то с общественной совета или то с определительностью у этого здания. Потому что специалисты говорят, что достаточно очагов культуры, скажем так. Скажете, что должен быть кинотеатр, мы тогда под кинотеатр его будем, так сказать, развивать. Скажете, под дом молодежных организаций, чтобы молодежь с улицы вывести, значит надо это. Хорошо? Олег Фурсов внимательно слушает каждого. То, с чем нельзя разобраться на месте, поручает руководителям профильных департаментов. У нас почему-то, наверное, в пять или в четыре раза увеличились ликеры водочные, магазины, киоски, эти горилки. В одном месте пять скоплено просто вот садик рядом в 30 метрах, школа в 30 метрах и пять дочек. Все, давайте, 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 мы не говорим. Мне эти вещи пресекали все, но, условно, руководитель очень серьезный. Из таких сигналов жителей и составляется план работы городских и районных властей на ближайшее время. Кроме этого, впервые в этом году все главы районов по поручению мэра составили так называемые дефектные ведомости. Документы с подробным описанием всех улиц в районе и с перечнем всех их недостатков, а также сроками их устранения. Как говорит глава города, этот документ и есть подробный план развития Самары на ближайшее время. Марина Матвеевшина, Артем Сулайманов, События. На встрече главы Самары с жителями Красноглинского района прозвучало долгожданное решение о ремонте дорог в поселке Береза. Уже на следующее утро туда выдвинулась техника. В первую очередь приводит в порядок основные дороги. Как долго ждали этого ремонта жители и какие перспективы дальнейшего благоустройства, узнала наш корреспондент. Такой способ ремонта дорожного полотна хорошо подходит для небольших повреждений. Смесью щебня, каждая крошка которого не превышает 10 мм, и битума заполняет все неровности на дорогах. Технология ремонта надежная и быстрая. У фрезерования нет необходимости. Достаточно продуть место разрушения воздухом, очистить от пыли и грязи и залить смесью. Сверху посыпают сухой гранитной крошкой. Когда влага из эмульсии испарится, состав затвердеет. Утром будет его и проезжающие автомобили. Затем лишний щебень сметут к краю дороги и уберут. Объем разрушений составляет порядка 160-180 квадратных метров. Данный объем будет выполнен ориентировочно за две рабочих смены. То есть сегодня сделаем максимальный объем. Ремонт дорог с использованием эмульсионно-щебеночной смеси проводится в Самаре с середины апреля. В поселке пока меры и экстренные решения. О ремонте в Березе прозвучало на встрече главы Самары Олега Фурцева с жителями Красноглинского района. Вот как построили дороги в 70-е, 67-е, 70-е годы. И знаете, после этого капитального ремонта не было. А то, что вот сейчас делают, это прямо очень мы благодарны. Я понимаю, что все сделать сразу, это невозможно. Мы надеемся, что вот это, как говорится, будет начало, а там, наверное... Заделывают самые загруженные дороги поселка. Второй и четвертый квартал. Гарантия на ремонт такой смесью один год. Эта автодорога ведет к многоэтажным домам, их там порядка восьми многоэтажных домов. То есть большая часть населения поселка Береза проживает именно в этих домах. И такое решение о выделении дополнительного финансирования руководством города было принято. Поселок Береза, хоть и отдаленный, но и здесь благоустройство будет продолжаться. Пока привели в порядок самые важные дороги. Прорабатывается вопрос о ремонте пешеходного тротуара, который идет через весь поселок. И есть ориентиры, к чему стремиться. В этом году в другом населенном пункте Красноглинского района, в Прибрежном, полностью отремонтировали большими картами пять километров дороги, идущие от трассы М5. Марина Кравцова, Василий Колдашов. События. Сколько первоклашек сядет за партой и насколько безопасны самарские школы, до первого сентября осталось чуть больше недели. В городском департаменте образования рассказали, готовы ли заведения к новому учебному году. Мария Анна Мирная поделится подробностями. До первого сентября остается меньше десяти дней. В день знаний в самарские школы придут больше 112 тысяч учеников. По данным департамента образования, все 160 самарских школ готовы к приему детей. Строители все лето не сидели без дела. Капитальный ремонт был сделан в 21 учебном заведении, текущей во всех остальных школах. Особое внимание уделили безопасности детей пожарной и антитеррористической. Самое сегодня главное – это правильное обучение детей навыкам безопасного поведения. Поэтому традиционно во всех школах на первой же неделе сентября пройдут учебные эвакуации. Мы провели очень большую работу с заместителями директоров по безопасности. Еще раз поговорив о том, как должны быть отработаны навыки безопасного поведения детей. Как во время их пребывания в школе, так и за пределами школы. Большим событием станет открытие двух новых школ. Это школа номер 57 в Волгаре и школа номер 7 в Крутых Ключах. Седьмая школа уже на первом месте по площади и наполняемости детьми. Сформировано рекордное количество первых классов. Их будет 16. Это, конечно, совершенно невероятная цифра, потому что даже 5 первых классов уже очень давно не было в городе. В последние годы демография улучшилась и по 5 классов уже есть. Но стандартно в большой школе 4 первых класса – это нормальная большая школа считается. Ну вот 16 первых классов у нас на сегодняшний день, там до буквы «П». В целом Самара полностью готова к новому учебному году. В библиотеке закуплены все необходимые учебники, модернизированы пищеблоки и подготовлена прилегающая территория. На подъездах к школам установлены дорожные знаки и обновлены пешеходные переходы. Мариана Мирная, Максим Гусев, События. Об экономических событиях к началу недели расскажет наш обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В начале недели мировые цены на черное золото начали снижаться. За один баррель марки Brent дает 49 долларов 90 центов. Курс доллара наоборот немного подрос. На 23 августа Центробанк установил курс американской валюты на отметке 64 рубля 20 копеек. Евро – 72 рубля 44 копейки. Золото стоит 2768 рублей, серебро – 39 рублей 90 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 61 рубль 72 копейки, дороже всего продать за 66 рублей 9 копеек. Западные аналитики признали лидерство России на мировом рынке пшеницы и утверждают, что в этом году по экспорту мы обойдем Штаты и Канаду. На наши плодородные земли уже заглядываются иностранцы. Вьетнамские бизнесмены хотят арендовать участки в Самарской области под сельхозпроизводство. А Центробанк пытается закрыть 7 самарских ломбардов. Иски в арбитражный суд уже поданы. Но о причинах ликвидации этих организаций пока не сообщают. На этом все. Удачи в делах. День российского флага сегодня отмечает вся страна. В Самаре к празднику раздали 200 тысяч ленточек триколоров. Об истории этого дня горожанам рассказали 150 волонтеров. Валерия Макарова проверила, что самарцы знают о государственном символе. Здравствуйте. Сегодня мы отмечаем день российского флага. Держите ленточку и календарь. Спасибо. Таких волонтеров сегодня можно встретить во всех районах города. Они напоминают самарцам о том, что сегодня 22 августа – день исторический и праздник государственного флага. В этот день в 1991 году триколор впервые подняли над зданием правительства. Белый, синий, красный пришел на смену советскому флагу и стал символом новой России. Оказалось, что с историей этого достаточно молодого праздника знакомы далеко не многие. Знаете, какой сегодня праздник? День российского флага. А вот историю его можете рассказать? Если честно, нет. Помню, было давно-давно. Освежить знания истории помогут волонтеры. Они прошли подготовку и всем желающим смогут рассказать хронику событий 90-х годов. Организаторы акции уверены – прошлое своей страны нужно знать. Получив такую ленточку «Триколор», каждый житель Самары должен вспомнить о тех событиях, которые происходили, вспомнить, почему, каким образом история России развивалась. И мне кажется, что определенную гордость почувствовать за свою родину. Ленточку «Триколор» сегодня можно получить в 31-й точке города – на площадях, в пешеходных зонах и скверах Самары. Всего волонтеры раздадут 200 тысяч ленточек. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Далее, коротко о других темах дня. В сети появилось видео падения грузовика на «Авроре», который снес столб и ограждение. ДТП зафиксировал видеорегистратор автомобиля, ехавшего в попутном направлении. Самосвал поворачивал с промышленности на южный мост. Из-за перегруза прокинулся на стол. При этом чудом никого не зацепил. Водителю грузовика тоже удалось избежать травм. В Самаре слесарь упал в канализационный колодец и погиб. Трагедия случилась в Зубчининовке в субботу 20 августа. Канализационный колодец, куда упал рабочий, находится на улице Самолетной, возле 70-го дома. Инцидент произошел в 7 часов вечера. Мужчина проводил осмотр водопроводных линий с холодной водой. В тот же день в Самаре на улице Некрасовской произошло еще одно ЧП. У женщины буквально ушла земля из-под ног, и она упала в яму с кипятком. Как сообщают представители предприятия тепловых сетей, размыв грунта под тротуарной плиткой произошел в результате порыва трубы с горячей водой. Место происшествия огорожено. Проводятся ремонтные работы. Женщины, провалившиеся в кипяток, выплатят материальную помощь. Жители Самарской области стали реже жениться и чаще разводиться. За первые 6 месяцев 2016 года в регионе брак заключили более 8 тысяч пар. Это на 13,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. А вот количество разводов за год, по данным Самарстата, напротив, выросло чуть более чем на процент. В целом, за последние полгода на тысячу образовавшихся брачных пар пришлось 846 распавшихся. В Самарской области прошел уже 16-й фестиваль «Сызранский помидор». Он признан лучшим гастрономическим маршрутом России, а Сызрань называют помидорной столицей Поволжья. Открылся фестиваль шествием в сопровождении духовых оркестров. Для гостей праздника работали самые разные интерактивные и кулинарные площадки. Прошли конкурсы на лучший овощной карнавальный костюм, на самое оригинальное огородное чучело дегустация блюд. На аллее закусочной можно было полакомиться томатами, узнать необычные рецепты их приготовления. В финале праздника состоялся большой концерт. 350 детей с инвалидностью и без объединил фестиваль «Параспорт». Он прошел в лагере «Волжский Артек», что уже 15-й год подряд принимает на отдых детей с ограниченными возможностями здоровья. Ребята-колясочники вошли в состав команд вместе с теми подростками, у которых нет проблем со здоровьем. «Спорт на равных». Репортаж Инессы Панченко. Развиваются руки, работает мыслительная деятельность. В секции «Бочи» организации «Парус Надежды Денис» занимается несколько лет. Игра зародилась еще в Древней Греции, а сегодня «Боча» стала паралимпийским видом спорта. Он был очень рад, что он оправдал Надежды и родителей, и всех его друзей, что мы не просто съездили, это было первое его соревнование. Нас прям проводники даже в поезде приветствовали, он с медалью ехал поверх куртки. Занятие спортом для таких ребят, как Денис, это прежде всего возможность общаться. В лагере «Волжский Артек» накоплен уникальный опыт летнего отдыха детей с инвалидностью. Ребята после смены со слезами на глазах расстаются, они остаются друзьями на всю зиму, до следующего года переписываются. К федеральному проекту «На урок вместе» теперь подключилась и Самара. Его суть в том, чтобы дети с особенными образовательными потребностями учились в обычных классах. Фестиваль параспорта – шаг к инклюзивному образованию. Задача вот этого мероприятия, в том числе, дать возможность разным детям пообщаться, увидеть разнообразие вот этого мира и понять, что в мире люди разные. И наша задача – научиться жить в этом разнообразии, научиться себя позиционировать таким образом, чтобы было комфортно и самому себе, и своему окружению. Забить гол с завязанными глазами, бросить мяч в сетку, сидя на земле. Простые движения становятся мучительными, когда ты прикован к коляске. Можно об этом говорить, но не быть услышанным. А можно увидеть и попробовать разрушить стену изоляции между двумя мирами. Инесса Панченко, Максим Густев, События. Тему спорта продолжит наш обозреватель Сергей Кизоркин. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». И мы держим руку на Олимпийском пульсе. Мемориал Лукачева стартовал в акватории Волги. Тольяттинские гандеболистки – олимпийские чемпионки. Финишировала летняя Олимпиада в Бразилии. Сборная России заняла четвертое общекомандное место. На ее счету 56 медалей. 19 золотых и бронзовых, 18 серебряных. У Китая 70, у Великобритании 67 наград. Игры в Рио выиграла сборная США – 46 золотых, 37 серебряных и 38 бронзовых медалей. Всего в копилке 121 награда. В предпоследний день Олимпиады порадовали болельщиков и тольяттинские спортсменки – Ольга Акопяна, Ирина Близнова, Дарья Дмитриева и Татьяна Ерохина. В составе сборной России по гандболу они стали олимпийскими чемпионками, в финале победив Францию со счетом 22-19. В это же время в акватории Волги проходила регата памяти Виктора Лукачева, бывшего ректора СГАУ. За два дня спортсмены поднимали пруса, чтобы выявить лучшего капитана и самую быструю яхту. Однако показать, на что способны яхты, не получилось. На реке хозяйничал злейший враг парусников в полный штиль. Ветра достаточно не было, удовольствия не совсем получили. Эмоции, конечно же, отрицательные, потому что терпение нужно, терпение – терпение. То есть надо настраивать более тонко лодки, это сложно. Ожидая хотя бы мелкого бриза, яхтсмена вспоминали Лукачева. В 1972 году Виктор Павлович, ректор Куйбышевского авиационного института, создал яхт-клуб «Айс» на острове Проран. Сам ученый в регатах не участвовал, зато под его парусом ходили взрослые и дети. Наши ребята стали выигрывать все соревнования практически студенческого общества «Буревестник», вплоть до чемпионатов России и даже чемпионатов Союза. Вот неоднократная чемпионка Союза была такая у нас, Мария Тарасова. На первом этапе мемориала Лукачева гоняются крейсерские яхты, капитаны – опытные мастера спорта. Осенью показать себя на этих соревнованиях смогут капитаны швертботов. Это небольшие яхты без кают с поднимающимся из воды килем. За румпелем начинающие яхтсмены, студенты и школьники. Правила регаты те же, что и для крейсерских яхт. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Удачи вам! Увидимся! Редактор субтитров А.Семкин